11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня четверг, в студии Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем здравствуйте. Добрый день. У нас два часа интенсивной работы и две очень важных прямых линии сегодня в нашем городе осуществляется с помощью СМИ, нашего СМИ, нашей радиостанции и ГТРК «Вятка». В нашем случае, во втором часе, после 12-ти мы говорим о прямой линии с Дмитрием Александровичем Курдюмовым, заместителем председателя правительства Кировской области. Дмитрий Александрович заведует одним из самых, не хочется говорить слово, тяжелых направлений. Я бы сказала, одним из самых проблемных направлений. Ответственных, да. Да, это социалка, это вся социалка, это образование, это молодежная политика и спорт, это здравоохранение, что наиболее, наверное, болезненно, да, там всеми воспринимается. Вот эти вещи и все эти вещи, вопросы, да, которые связаны с этими сферами, мы Дмитрию Александровичу будем задавать. Будем задавать мы, задают наши слушатели через социальные сети. И я напомню, что на странице Эхо Кирова ВКонтакте и на странице Эхо Кирова в Фейсбуке мы вопросы по-прежнему принимаем, поэтому пишите. Сейчас накатилась уже такая весомая стопочка вопросов, очень серьезных. Что все мы не успеем. Но мы постараемся как-то скомпилировать такие похожие темы, да, с тобой в один вопрос объединить. Мы сделаем следующим образом, так же, как и делают на прямой линии с губернатором. А прямая линия с губернатором будет сегодня в 8 часов вечера на ГТРК. Вы сможете ее все посмотреть и в ней поучаствовать. Это прямой эфир, да? Это будет прямой эфир. Что мы и сделаем. Все вопросы, которые пришли в наших соцсетях для Дмитрия Александровича Курдюмова, мы точно передадим ему. И мы надеемся, что социальный блок в своей социальной сети, у них тоже есть группа в Фейсбуке, есть группа ВКонтакте, и Дмитрия Александровича тоже есть свой аккаунт в Фейсбуке. Он выкладывает туда все новости. Попросим ответить на них. Все, что мы не успеем поднять сегодня, да, какие вопросы, ответить на них в социальных сетях. Вот в таком случае у меня, конечно, будет просьба к людям, которые в социальные сети не очень часто заходят. Пишите, пожалуйста, ваши контактные данные, когда задаете вопрос. Потому что, возможно, вот действительно с вами будут связываться специалисты, чтобы как-то помочь решить вашу проблему. Поэтому, если это возможно, указывайте контактные данные. Совершенно верно. И пару слов. Вот так вот мы будем сегодня работать. Это после 12. После 12, да. А я должна еще пояснить, как пройдет сегодня прямая линия с губернатором на ГТРК. Это будет 8 часов вечера. Это будет прямой эфир. В студии будет находиться Игорь Васильев. Там будут его ключевые зампреды сидеть. Ну, все ключевые зампреды. Просто всех не вместить в студию. Они будут прямо в студии находиться. Новинка этой линии будет. Я считаю, что это хороший, очень серьезный шаг вперед. В студии будут находиться жители нашего региона. Это будут активисты городские. Это будут журналисты. Это будут студенты. Это будут представители бизнеса, которые смогут в рамках вот этого часа задать свои вопросы. Конечно, не все смогут. Они не для картинки там сидят. Они активными участниками будут. Они будут с конкретными и весьма проблемными вопросами. Кроме того, ГТРК и правительство, пресс-служба правительства провела большую работу по сбору аудио- и видеообращений к губернатору. То есть, соответственно, вот это традиционная такая история, когда будут показывать видеообращение, будет аудиообращение. И во время прямой линии будет работать, во время этой программы будет работать прямая линия по приему звонков. Телефоны там будут прямо транслироваться на мониторах. Можно будет звонить. Операторы принимают, записывают все звонки. И в течение короткого времени, уточним какого, прямо там на прямой линии, на все эти вопросы правительство ответит. Я почему так подробно знаю? Потому что меня пригласили быть там модератором. Спасибо за эту возможность. Поскольку будет сложное такое построение программ, надеюсь, что она пройдет хорошо, так эффективно, интенсивно. Но всего час. Надо понимать, что все вопросы, конечно, не прозвучат. Ну вот мне, кстати, в формате всех прямых линий эта вот история с тем, что в прямом эфире, который всего час, зампреды правительства начинают отвечать на вопросы, прямо в прямом эфире решать проблемы, кажется, не совсем эффективной. Вот. Я думаю, что, может быть, коллеги пересмотрят. Но вот сегодня, не знаю, конечно, как пройдет. Мне кажется, это очень много времени съедает, да? Проще, наверное, передать какому-то зампреду телефон, сказать, так, товарищи, я слежу, чтобы ты решил эту проблему, и все. Все остальное за рамками эфира. Но я могу тебе сказать, что... Так, у большего количества людей просто шансы есть. Это точно, это точно. То есть, мне кажется, что такие зампреды, как, например, Дмитрий Александрович Курдюмов, он это очень ярко продемонстрировал на последнем пресс-завтраке с губернатором. Когда он там присутствовал, как раз социальная сфера разбиралась с журналистами, он очень четко отвечал на все вопросы. И прямо диву даешься, какое количество цифр информации у человека в голове. Вот понимаешь, без бумажки, без единой вообще. Вот как орешки щелкал просто вот там вот все, что касалось там статистики, все, что касалось цифр там, да, вот финансов, все, что касалось там и прочего. Может, мы с тобой не знаем. Дмитрий Александрович у нас руководил центром травматологии и нейрохирургии. Может, уже компьютеры начали вживлять потихоньку. Чипы. Чипы в людей, которым нужно большое количество информации хранить в голове. Но это шутка, конечно. Иногда кажется, глядя, как работает Курдюмов, что действительно там что-то... Мы у него спросим. Меньше, чем через час мы спросим у него, не вживили ли ему что-то. Значит, почему мы с Аней решили в первом часе анонсировать все это? Потому что мы считаем, что это, конечно, очень важное такое вот дело. Нельзя, чтобы оно прошло просто так вот мимо наших слушателей, потому что, дорогие горожане и соседи, надо понимать, что на вопросы будут ответы и приниматься решения только если вы их задаете. Причем задаете конкретно, задаете с какими-то там обоснованиями, если какая-то жалоба есть и прочее, чтобы она конкретно звучала. Для того, чтобы не было таким риторическим. Все плохо. Ну да, все плохо. Все плохо, сделайте что-нибудь. Сделайте что-нибудь. Вот без этого. И для того, чтобы не оправдаться, но дать вам понять, что все невозможно вместить в один час. А наш эфирный час вообще 36 минут длится. Уже меньше. Но мы все озвучим и все передадим. И попросим именно в соцсетях, для того, чтобы у каждого был доступ, не индивидуальными такими ответами, которые потом куда-то расходятся, и мы не можем проконтролировать, чтобы в соцсетях прозвучали вот эти ответы. И мы могли бы также в каком-то из эфиров с тобой собраться и посмотреть, как у фотклик. Вот есть ответ. И насколько люди удовлетворены этим ответом, они там же могут написать, что да, это решение проблемы или нет, товарищи. Вот это не решение проблемы. Вот такое общение. Ну, в общем, фактически сейчас мы предоставляем слушателям возможность в адресном таком режиме попробовать решить те проблемы, которые не решаются. Я напоминаю, да, что правительство области у нас, конечно, отвечает за все в регионе, вот, но все-таки подведомственные, да, какие-то вещи, они связаны именно вот, ну, с областью прежде всего, да, с областью или какими-то там законами, еще чем-то, что, может быть, работает плохо или работает недостаточно хорошо, и что можно каким-то образом поправить. И я бы просила слушателей наших сейчас вооружиться телефонами. Вот, если есть у вас вопросы, не к Дмитрию Александровичу Курдюмову, ему вы задавайте после 12, а вот к Игорю Васильеву, губернатору Кировской области, пожалуйста, 211-101, вперед, звоните, мы ждем ваших вопросов. Да. Мы их фиксируем, и сегодня вечером, я так понимаю, что Светлана их передаст. Я не знаю, получится ли на них ответить в ходе прямой линии, может быть, и нет уже, да, может быть, на какие-то ответят, но вопросы мы обещаем, как и всегда, в предыдущие разы, мы обязательно передаем в департамент внутренней информационной политики, они распределяют по тем ведомствам, которые могут решить проблему, и, соответственно, потом отчитываются, насколько я помню. Ну вот да, просто еще раз, отчеты обычно шли такие адресные, а хочется, чтобы они прямо вот в соцсетях, вот был вопрос, вот ответ, например, вот реакция там же в соцсети, там в комментарии человек, который задавал, да, удовлетворен, не удовлетворен таким ответом, это очень важно. Мы для того, чтобы как-то вас погрузить в тему соцблока, да, вот ответственности, где сфера ответственности Дмитрия Александровича Курдюмова, приведем вам сейчас примеры тех запросов, которые направили наши слушатели в течение вот этих двух дней, когда у нас в ВКонтакте и Фейсбуке висел анонс о приходе Дмитрия Александровича в нашу студию. Возможно, ваши как раз вот какие-то мысли пересекаются с тем, что писали наши слушатели и наши коллеги. Кстати, меня поразило, Аня, что огромное количество наших коллег-журналистов и общественников написали свои вопросы. И я прямо предлагаю их начать озвучивать, потому что вот есть часть вопросов, которые мы для Дмитрия Александровича сами готовили, редакции нас, они интересуют. Часть вопросов, даже тех, которые мы сейчас озвучим, мы тоже во втором часе постараемся разобрать. Но, тем не менее, направим вас как-нибудь, может быть, а потом вы нам еще подкинете свои идеи. Смотрите, какая история. Во-первых, о чем нам пишут? Начнем с того, что, как ни странно, наверное, это не самый болезненный вопрос, вообще самый неболезненный вопрос. Но, тем не менее, он интересует, и он интересует именно горожан, именно жителей города Кирова. Именно жителей города Кирова, для которых, видимо, урбанистика уже стала таким делом привычным, и они обращают внимание на цвета, на внешний вид, фасадов, плиток и прочие дискуссии. Они просто самые жаркие разворачиваются. И вот вчера, например, Анатолий Курбатов, городской активист, который... Красивый Киров? Да, куратор проекта Красивый Киров, который непосредственно занимается парком у Дворца пионеров Мемориал, он задал очень короткий вопрос. Он спрашивает у Дмитрия Александровича, кто выбирает цвета для новых поликлиник? А дальше Дарья Орлова. Бортал Свой Кировский, да. Она пишет, мне искренне интересно, на чем основан выбор весьма эксцентричных цветов решений фасада и забора Кировской областной больницы. И кто эти решения утверждал? На фоне грядущего урбанфорума данный вопрос имеет еще большую актуальность. Также было бы здорово услышать комментарии относительно облицовки безликой плиткой входной группы той же областной больницы. Ведь изначально входная группа представляла собой вполне неплохие каменные колонны с отсылом к истории. Неужели плитка единственный возможный вариант реставрации? И мы тут сразу вспоминаем жаркие споры насчет плитки авиационного техникума. Да, и опять же, чугунная решетка, выкрашенная в синий цвет. И вообще вот эти вопросы людям уже это интересно. Вчера Ковалева, ты помнишь, что сказала в нашем эфире Елена Васильевна, которая была, когда мы урбанфорума в преддверии его освещали. Она сказала следующее. Это очень хороший, она говорит, показатель, что люди уже начинают обсуждать цвет заборов. А он хороший, потому что у людей все остальные проблемы уже решились? Нет, она не сказала, что они решились. Но они уже способны мыслить и жить не только решением по латанию дыр, ям и прочего, но и требуют эстетики. Хочется красоты. Требуют эстетики и считают это важной составляющей. И она говорит, что это хорошо. Это, говорит, не самый животрепещий, конечно, но это важно, что люди уже готовы и хотят об этом мыслить и требуют от властей решения этих вопросов. Это применительно к желтым озараткам, говорила Елена Васильевна. Переверемся на полминуты и продолжим рассказывать о том, что пришло к нам через соцсети, через нашу группу в Фейсбуке и нашу группу ВКонтакте на прямую линию с Дмитрием Александровичем Курдюмом, который начнется в начале первого. Продолжаем разговор. Это дневной разворот студии Налапшина и Светлана Занько. И мы сегодня вас готовим к двум прямым линиям. Одна уже в ближайшее время, буквально менее чем через час, начнется здесь, в нашей студии, придет Дмитрий Александрович Курдюмов, заместитель председателя правительства по социальному блоку, медицина, образование, социалка, молодежная и спортивная политика. А в 8 часов вечера на ГТРК пройдет прямая линия с губернатором. И вот к прямой линии с губернатором мы сейчас принимаем вопросы по телефону 211-101. Если у вас есть проблема какая-то, которая требует решения вмешательства главы региона или зампредов, или министров, пожалуйста, позвоните. Мы вопрос зафиксируем и обещаем, что мы его донесем до адресатов. Да, но, кстати, мы не будем делать это целый день. У нас нет такой горячей линии. Это горячая линия. Если вы не зададите сейчас вопрос в течение вот этого получаса, то тогда уже будете звонить после 8 на ГТРК. На ГТРК, не к нам. Есть возможность пока, можете попробовать. А пока анонсируем, значит, те вопросы интересные, как мне кажется, которые пришли на нашу прямую линию с Дмитрием Курдюмовым, который начнется сегодня в 12.06. Ну, вот еще один вопрос. Внешний вид учреждения здравоохранения, да, это важно. И внутреннее преображение тоже важно. Так, хорошо, от больницы пока отвлечемся, потому что у нас, я так понимаю, вопрос для Игоря Васильева. Добрый день. А может быть, кстати, для Дмитрия Курдюмова. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. У меня вопрос к губернатору. Угу. Разрушена вся дорожная инфраструктура в аварийном состоянии практически находится. Есть ли какие-то перспективы решения этого вопроса? Дороги по Оричам. Спасибо. Да. В этом году, Владимир, уточнение у меня. В этом году делали у вас что-то, какой-то ремонт? Говорят, что какие-то средства выделялись, но визуально ничего не видели. То есть даже ямочного не делали? Даже ямочного не делали. Да. Владимир, хорошо. Если вам не сложно, оставьте, пожалуйста, контакты ваши у нашего редактора. Он сейчас трубочку снимет, запишет ваш телефон. Хорошо. Спасибо. Угу. Угу. Ну, дороги. Вот видишь, дороги, конечно. А мы в Кирове, кстати говоря, уже в некотором смысле начали забывать об этих проблемах. Хотя ямки периодически встречаются такие, что колеса там теряешь. Да, но мы уже о цвете заборов думаем. Конечно. Да. Так, возвращаемся. Возвращаемся к цвету уже не заборов. Медицинских учреждений внутри и снаружи. Да, действительно меняется, преображается. Не всем нравится на самом деле. Дмитрия Александровича Курдюмова, мы спросим, с чем это связано, да. Вот выбор цвета, может быть, кстати, из соображения экономии это делать. Может, краска не очень красивого цвета, не пользуется популярностью и стоит дешевле, чем краска красивого цвета. Да, ну вот я... А деньги, может, направляют на нужды какие-то в больнице. Может быть, приборы какие-то, оборудование покупают. Ну, честно, я бы, знаешь, чего я сделала? Дмитрий Курдюмов, надеюсь, нам расскажет об этом. Я бы, конечно, вот эти вопросы отнесла на урбанистический форум. Не, на урбанистический форум, да, там секции про Дмитрия Курдюмова, есть отдельные секции по внешнему виду медицинских учреждений. Нет, нет, ну как-то вот, кстати говоря, очевидно, что чиновникам разных ведомств не только строительные сферы и благоустройства вот этот вопрос касается, но и других оказывается. Давай еще по вопросу пройдемся. Это я читаю на нашей страничке в Фейсбуке. Вот, нет, на самом деле электронная регистратура периодически глючит, подвисает и время приема у врачей, причем не всегда получается решить эту проблему через регистратуру. Регистраторы тоже иногда говорят, что мы не можем решить эту проблему. Вот, и есть, конечно, у меня, например, претензии личного характера и к работе вот этих терминалов, которые выдают талончики, но об этом чуть позже сейчас примем звонок. Здравствуйте. 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 Да, как вас зовут? Рубцова Ираида Николаевна. Да, Ираида Николаевна. Мне 79 лет, я ребенок войны, как бы, да? Так. Я обращаюсь к губернатору Игорю Владимировичу, почему у нас это все, как это сказать, дети войны, больные инвалиды ездят платно, а в Москве ездят все бесплатно. Только выходят на пенсию в Москве, уже вот здоровые мужчины, как вот я тут смотрела передачу по Ортео, ездят бесплатно. Почему я ребенок войны, у меня отец твоего должна ездить за полную стоимость? Ну вот, кстати, хороший вопрос от Ираида Николаевна. Спасибо вам большое, потому что, помнишь, мы же не раз сделали программу и задавали вопросы насчет того, что происходит в стране в связи с повышением пенсионного возраста. Почему-то Москва умудрилась подготовиться, и за почти полгода до объявления пенсионной реформы... Тебя удивляет, что Москва успела подготовиться? Да, запустила программу «Московское долголетие», где мало того, что там обеспечила проезд бесплатный, но, правда, проезд обеспечили после объявления пенсионной реформы. Тогда Подмосковье еще присоединилось и прочее. Сразу же так раз, чтобы утихомирить и что-то вот дать хорошее. А Москва еще подготовилась и в каждом своем районе открыла социальные центры спортивных, интеллектуальных занятий, различных, досуга и прочее, чтобы люди предпенсионного и пенсионного возраста могли бесплатно или за минимальную плату заниматься тем, что продляет и поддерживает высокое качество жизни. Ну, к сожалению, бюджет Кировской области, конечно, не потянет всех этих ништяков, как говорится, да, вот этих вот всех вещей. Ты сразу отвечаешь, как чиновник. Какие-то вещи, нет, не как чиновник, какие-то вещи можно делать. Вот применительно, кстати, к детям войны, я считаю, что действительно можно было бы рассмотреть какой-то вопрос. То есть ты помнишь, этот вопрос обсуждался у нас, да, в законодательном собрании. Не ввести ли для людей какие-то льготы. Категорию официально у нас утвердили, да, как категория детей войны есть, она законодательно утвержденная. Но, Светлана, вот их правда, их осталось немного. Ты посмотри, сколько людям лет. Они ездят общественным транспортом, я думаю, нечасто. С другой стороны, Ань, ты слышала противоположные мнения. Я слышала мнения даже крайне категоричные, которые говорят, что заслуга детей войны только в том, что они родились теми, кто выжил во время войны. Ты понимаешь? Были рождены. Ты понимаешь? Я не говорю, что я стою на этой стороне, но когда принимают решение, вот такие две стороны, они вот борются. С одной стороны, я понимаю тех людей, которые про заслугу в том, что родились, говорят, потому что действительно есть дети, которые условно родились в 46-м году, да, а тяготы в том числе и недоедали, еще что-то там, да, они получили практически те же самые, что дети, рожденные в 45-м или в 44-м. Понятно это все, но вот тем не менее, если мы можем кому-то дать что-то хорошее, вот можем себе позволить, то почему нет? Ты знаешь меня еще, что в этом смысле на самом деле... Хотя я, конечно, радуюсь за то, что все пенсионеры у нас, как в Москве, ездили бесплатно. Ты знаешь, да, вот, понимаешь, конечно же, все сравнивают, разрыв-то все больше и больше, в этом ужас, да, там вот дороги делаются, шикарные парки организуются, реновация происходит, люди ездят бесплатно. Я уже не буду тебе рассказывать о том, как в Москве проводили капремонт еще до того, как ввели вообще какую-то программу капремонта, то есть там и окна меняли на пластик во всех домах, за счет бюджета. И лоджии стеклили пластиковыми рамами, и пол на лоджии выкладывали кафельной плиткой, и меняли всю сантехнику, и все что угодно, и все это бесплатно для жильцов. Вот видишь, какая история, это вот тема, которая меня очень интересовала, ну вот мы, Дмитрия Александровича, два года в нашей студии практически ждали, и сегодня эту тему развернуть не удастся, но она очень серьезная. Про детей и войну? Не только про детей и войну, а именно про льготы и проезд говорили много. Я сейчас имею в виду людей предпенсионного и пенсионного возраста, которым теперь надо будет там дольше работать, еще что-то, о создании системы вот именно поддержки реабилитации, если это касается здоровья, или поддержки еще раз умственного и физического состояния для того, чтобы вот именно продлевалась жизнь. Мы же сейчас о чем говорим? О снижении смертности и продлении жизни. Так ведь об этом мы говорим? Нет? А качество ее? Это первое. А второе... Я задумалась на самом деле, заинтересован ли пенсионный фонд в продлении жизни. Я понимаю, что разные ведомства у нас разные цели преследуют. И сейчас вот позвонит еще раз Ирина Николаевна и скажет, почему там московские фонды пенсионные или какое-то отделение заинтересованы, а у нас чего нет. И еще, вот знаешь, какой меня факт поразил, по-моему, я не помню, кто ЛДПР, мне Костин, что ли, говорил здесь или еще кто-то, что они опросили пенсионеров в Кирове. Так большинство из них, чуть не 70%, в центр вообще не выезжают. Они не в курсе, что у нас есть обновленная набережная. Они не в курсе, что там женские монастыри отреставрированы. Они вообще не выезжают в центр. Вообще никуда не выезжают. Максимум, куда не выезжают, это в поликлинику. А это у нас, по-моему, даже в эфире был звонок, да, кто-то рассказывал у слушателей, что несколько лет не был в центре города, живет где-то в юго-западном районе. И вот поехала, увидела. И тогда я помню, я тебе рассказывала, да, тогда вот ощущение своей, что вот некоторые люди сейчас, у нас такая мобильность, да, ездят несколько раз в год за границу, а люди просто не выезжают даже в другой район города. И вполне возможно, что они это не делают, в том числе из-за того, что не могут в своем бюджете выделить деньги на активный проезд, а там, да, на общественном транспорте. Может быть. Может и поэтому, да. Звонок у нас примем. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Владимир Курагин, кировчанин. Да, Владимир. Мне бы хотелось задать вопрос. Как-то все затихло, но перед выборами губернатор что-то обещал сделать у нас со временем. Киеву когда вернут его? Нормальное время. Отличный вопрос, Владимир. Спасибо. Потому что, ну что, посмотрите, в августе все 7-8 часов уже темно. Мне кажется, этот вопрос надо поднимать на федеральном уровне, потому что это не только Кировская область страдает, страдают все. Нет, ну какие-то области-то взяли и сделали себе это время вернули. Да, но говорят, что не очень удобно жить с разницей с Москвой. А вот если бы открутили назад по всей стране, то все было бы прекрасно. Нет, но они же хотели, что там как время указывать будут, ну, в поездах, билетах. Нет, ну как это работало, мы все знаем. А, Владимир, скажите, как вот вы лично конкретно страдаете от того, что мы живем по московскому времени? Ну вот давайте, у нас, значит, половина, 90% всех даже городских жителей – садоводы. Так ведь, да? Ну, насчет 90% я бы поспорила, но процентов 60, наверное, и есть. Ну вот 60. Представляете, начало августа. Приезжаешь с работы, поработать в саду. А в 8 часов вечера уже темно. Уже не поработаешь? Да уже не поработаешь, конечно. Все понятно, спасибо. Сейчас прервемся буквально на полторы минуты у нас рекламы. Продолжим прием звонков 211-101. Мы предлагаем вам задать свои вопросы Дмитрию Александровичу Курдюмову, который появится в нашей студии уже практически через полчаса. Это будет прямой эфир с ним, и мы его будем транслировать в нашу группу ВКонтакте. У нас будет видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте. Вы можете и слышать, и видеть. Это первое. Второе. Напоминаю, что сегодня в 8 вечера на ГТРК «Вятка» будет прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Во время прямой линии будет работать прием звонков под запись для ответов в дальнейшем в течение короткого срока каждому индивидуально. Собрано к прямой линии с губернатором большое количество видео-аудиообращений. И там еще будет прямо в студии активная аудитория, которая тоже кипит, готова задать свои вопросы. Кроме того, в соцсетях. В соцсетях еще правительство и СМИ собирали вопросы, и мы сейчас этим тоже занимаемся. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем здравствуйте еще раз. Напоминаю, что мы принимаем ваши звонки к сегодняшней прямой линии с губернатором региона. Я считаю, что Дмитрий Александрович Курдюмов в данном случае у нас на первом месте стоит. Подожди, Дмитрий Александрович Курдюмов придет через полчаса, и у Дмитрия Александровича Курдюмова будет возможность получать наши вопросы от нашего продюсера Владимира, который будет принимать их от слушателей, записывать на бумагу и приносить нам в студию. Я так думаю, так. Я не знаю, мы успеем принять еще вопросы для губернатора для сегодняшней прямой линии или нет? А есть звонок. Вот отлично, давайте примем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Киров, у меня вопрос очень простой. Есть ли четкая программа, где, когда и сроки пуска школ в Кирове? Вот это меня очень волнует. И потом говорят, что плитки это дешево и мило. Так вот, я из очень большой послевоенной семьи. Моя мудра бабушка говорила, дешево да гнило, дорого да мило. И, по-моему, нашим чиновникам относительно детей надо это помнить. Спасибо. Прошу прощения, Татьяна... А, все, отключилась, Татьяна. Дешево да гнило, дорого да мило. Нет, нет, нет. Я хотела уточнить, какую плитку она имеет в виду. Ну, это фасады, которые мы с тобой обсуждали. Да, обсуждали, да. Если я не ошибаюсь, Татьяна уже звонила нам как-то в эфир. Я не помню, кому-то из гостей или просто она звонила нам в студию, в редакцию, пожаловаться. Вот речь идет о школах в центре города. Именно в центре города. То есть мы помним, да, все анонсы, которые у нас были, новости, которые выходили, говорилось о том, что при наличии федерального софинансирования в Кирове будут появляться новые школы. Прежде всего речь шла о районах, которые сейчас активно застраиваются на окраинах города. Татьяна имела в виду именно центр. Я, насколько помню, она как раз вот интересовалась, когда все-таки будет ясность со школой вот той, которая строится в Овраге на перекрестке профсоюзной и Карла Маркса. Смотрите, ну, я вам хочу сказать, Татьяна, напомнить, может быть, просто вы нечасто нас слушаете. Мы про запуск новых школ, про то, какое их количество, в какие сроки будут построены и где, уже сказали вообще не раз. Устами разных чиновников в нашей студии. Сюда приходила и Лариса Анатольевна Копосова. Вы можете посмотреть на сайте ее эфир. Здесь про это говорил Шульгин, говорила Ковалева, говорил 150 раз Дмитрий Курдюмов. И вот если мы говорим о центре и о той школе в Овраге, у Старого моста, то Копосова об этом Лариса Анатольевна говорила и сроки называла. Поэтому я возьму на себя ответственность. Этот вопрос сегодня не буду Курдюмову озвучивать, потому что, ну, правда, об этом говорили уже очень много. И программа есть. Мы не ее освещаем. Может быть, не Курдюмов вопрос, может быть, к Васильеву вопрос. Да кто же самый, он начнет вот об этом же говорить и повторять, и мы потратим на это время, когда об этом сказано было же 100 тысяч раз. Да вы передайте, чтобы это не было в процессе, может быть, прямой линии, но, может быть, кто-то ответит, Татьяне. Кто? Кто? Я отвечаю. Нет. Программа, она озвучена 100 раз. Пресс-служба правительства. На самом деле, ну, как бы, никого не пытаюсь тут лишить слова, но просто нужно зайти на сайт администрации города Кирова, и там есть программа по строительству школ. Вся полностью обозначена. Вот. Я могу это сказать. С другой стороны, слушайте нашу программу «Урбан». В нее часто приходит Илья Вячеславович Шульгин. И даже если он придет не в «Урбан», а просто в интервью, то мы ему про школу еще раз зададим вопрос, чтобы он уточнил эту информацию. Конечно, мы об этом говорим. Ну, на самом деле, Свет, вот проблема действительно есть, ты помнишь, мы обсуждали, да, в центре города нет места для строительства новых школ. С этим что-то нужно делать. Вот и рассказывали чиновники, что они собираются с этим делать. Слушайте внимательно наши эфиры. Хорошо. Принимаем по-прежнему ваши звонки. 211-101. Владимир сидит на телефоне, ожидает ваших звонков. Да, сразу же координирует. Я вот смотрю, что нам написали в соцсетях. Очень много вопросов, и прямо таких яростных вопросов касается узких специалистов в поликлиниках. Что приходится проходить все круги ада, прежде чем ты попадешь к узкому специалисту. Вот Оксана Ковтуненко, наш с тобой коллега, пишет, неужели современные технологии никак не пробьются через стены кировского здравоохранения. Вот электронная регистратура. Назвучал уже вопрос. До сих пор сервис, у которого нет единого формата работы. Чтобы записать ребенка к ортопеду, нужно идти в поликлинику по месту жительства. Чтобы взрослому записаться к стоматологу, из регистратуры поликлиники отправляют в электронную регистратуру. И у каждого лечебного учреждения специалиста свой формат работы с записью. Дальше Анита Нина Гарина пишет, сходила с больной спиной к специалисту. Теперь вот уже 4 месяца жду, когда подойдет моя очередь на массаж. Говорили бы сразу, идите на платный. Алексей Весельков пишет, последствия оптимизации здравоохранения мы все ощутили на собственной шкуре. Вертолеты летают к специалистам в поликлинике не попасть. Теперь вопрос. В обозримом будущем сможем простой и смертный без ведра валерьянки, ругань в регистратуре, высаживание бесконечной очереди, высиживание бесконечной очереди у терапевта попасть к спецу на консультацию? Много вопросов. Как попасть к узкому специалисту? Почему такой разрыв во времени? Как записываться? Вот это такие вопросы прям горячие. Звонок у нас есть, насколько я понимаю. Давайте примем. Добрый день. Значит, меня зовут Надежда. Да, Надежда. Я из Кирова-Чапецка. Я хотела бы спросить. Насчет пенсии мы через Сбербанк получаем по карточкам. Так. У нас была пенсия 8 числа, а сейчас передвинули на 13. А в Кирове, ну, мне сказали, что там так и осталось. А, почему сдвинули сроки выплаты пенсии по... Да? Да. Почему сдвинули сроки выплаты пенсии? Мне как бы, почему именно в Чапецке, а в Кирове ведь где-то еще там остались по прежнему. Вот это может быть, кстати говоря, может быть, Дмитрию Санычу, да, вопрос? Ну, надо спросить, на самом деле, да. Я вообще удивлена, потому что, мне кажется, многие люди в разное время получают пенсию. То есть вот у кого-то 8 числа, у кого-то 18, как у моей мамы, например, да, что, значит, сдвинули сроки, вот не очень понятно. И вообще, может быть, это какая-то федеральная история, а не местная. Но надо спросить. Ну, карточка Сбербанка. Ну, потому что Киров и еще кто-то, ну, мне, я забыла, мне просто знакомо говорили, оставили как бы по-прежнему, а именно вот у нас передвинули на 5 дней. С чем связаны сроки? С чем связаны сроки платежей? Хорошо, хорошо, вот такое вещь. Да, Надежда, у меня уточнение. Вы обычный пенсионер, да? То есть вы на пенсии по возрасту? Да. Понятно. Зададим вопрос. Да, мы даже, кстати, постараемся сегодня успеть вот Дмитрию Санычу задать этот вопрос, да, он такой частный, и очевидно, что не ответит на него губернатор, потому что даже мы с тобой тоже вот не в курсе, там тема сдвигов, это только пенсионеры. Я не в курсе даже того, кто координирует этот вопрос, насколько тут региональные власти вообще могут иметь к этому отношение, или это все-таки какая-то федеральная история, связанная либо с пенсионным фондом, либо со Сбербанком, да. Ну, то есть вот три разных организации могут за это отвечать и пояснить. Но мы спросим у Дмитрия Курдюмова, может быть, он знает. Еще принимаем ваши вопросы 211-101 и Дмитрию Курдюмову и Игорю Васильеву. Игорь Васильев сегодня в 8 вечера с прямой линией на ГТРК, а Дмитрий Курдюмов сегодня после 12 с ответами на ваши вопросы в нашем эфире. Посмотри, кстати говоря, тоже абсолютно непраздный вопрос от Игоря Багина, нашего городского активиста, который занимается там, да, системой движения дорожного. Он спрашивает у Дмитрия Саныча, будут ли предлагаться какие-нибудь инфраструктурные решения со стороны Минздрава на межведомственный уровень, например, необходимость сокращения интенсивности автотрафика в городе на основе подтверждения данных, собранных в том числе медицинским университетом, о влиянии вредных выбросов от предприятий, передвижных источников загрязнения, на заболеваемость и смертность в Кирове. Кстати говоря, очень часто говорили, почему Минздрав не реагирует на вот эти дымящие пазики, потому что очевидно же, что прямое влияние на здоровье. То есть вот как Минздрав может вмешаться в эту историю и потребовать, да, там, каких-то изменений, чтобы экология в городе менялась? Ты знаешь, Светлана, вот я отчасти понимаю Игоря Багина. Игорь Багин — человек, который действительно во многом там, да, борется за права... Я вот Игоря тут поддерживаю. ...борется за права пешеходов и борется там за нашу здоровье. Света, ты просто не жила ни в Череповце, ни в Магнитогорске. Вот и всё. Слава Богу, я не хочу, но, понимаешь, я не хочу, но я-то живу здесь. Ты живёшь здесь. Меня волнует, каким воздухом мы дышим. Пройти днём иногда по городу невозможно совершенно. Вот я тебе должна сказать, что главное тогда, что мы должны сделать, это сохранить аллею на Октябрьском проспекте. Я тебе абсолютно толпать. Вот, сохранить зелёную аллею. Телефонный звонок давайте примем. Алло, добрый день, представьтесь и говорите. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Уважаемый ведущий, добрый день. Нина Враниславовна Киров. Вопрос следующий. Я живу по улице Чапаева, 7. Передо мной большое пространство, не застроенное ещё. Это Мининский посёлок. И между нами и 11-м домом площадь большая. Нам хотели тут построить детский сад, потому что справа застроено всё высотками, зданиями уже. И хотелось бы детский сад получить здесь. Но говорят, что не будут его строить. Как узнать и у кого? Будет ли тут детский сад? Я подозреваю, что с этим вопросом, конечно, в администрацию города больше всего. Но мы зададим всё-таки. Потому что садиков не хватает. У нас много молодёжи здесь. И новые дома, считаете, столько выстроены. И хотелось бы, чтобы детки тут рядом ходили. А у вас ещё, я так понимаю, вот этот посёлок Мининский, деревянные там дома, которые сохранились. Они же тоже потенциально под снос, и потенциально там у вас ещё высотки могут появиться. Вот-вот-вот. Если не появится, садик не будет, куда детей водить тогда. А тут очень удобное место расположить вот прямо между 7-м и 11-м домом детский сад. Хорошо. С 7-м и 11-м. Нина Брониславовна, вопрос про детский сад. Я хочу сказать, что это действительно так. Там район сейчас застраивается точечно очень прям интенсивно. Причём там много разных застройщиков абсолютно. И что-то я не припомню, кстати говоря, вот именно в этом районе. Я не припомню, чтобы там детский сад планировался. Может, я ошибаюсь? Я тоже не помню. У меня есть подозрение, что участок земли может быть уже давно закреплён за каким-то застройщиком. Давно ему там передан в аренду. При этом в районе в этом, насколько я помню, не так много детских садов. Потому что есть они туда ближе к Некрасово, детские сады. Есть на той стороне Яворовского, там уже ближе к Маклино. А в сторону Кировского парка, улицы Горького, я не помню, чтобы там что-то было. Может быть, есть там один какой-то небольшой детский сад. А домов там действительно много. И дома высотные, и дома большие. Ты знаешь, я вот, кстати говоря, что-то вот не слышала на протяжении последних полутора лет, чтобы как-то ещё появлялись новости, что полтора года или полгода, я вот сейчас уже путаюсь, что появлялись новости, что застройщики последовали, к примеру, Маяковская и Железная, которые встроенный детский садик делают там вот на Крине. И, например, в тех домах в центре города, которые они сейчас закладывают и строят, чтобы они тоже закладывали туда детские сады, хотя бы встроенные. Это первое. А второе у меня тоже вопрос. Я не знаю, не специалист, но если в посёлке Мининском ещё жилые деревянные дома, они разве могут власти уже сейчас отдать землю? Нет-нет-нет, там речь идёт о том, что есть посёлок Мининский. Посёлок Мининский, он немножечко пониже. Да-да, я представлюсь. А территория уже пустая, вот эта между седьмым и одиннадцатым домом. А уже снесли, там уже пусто. Там уже пусто. Ну, тем не менее, вот есть проблема. Если мы сегодня не зададим этот вопрос Курдюмову, потому что очень много вопросов, касающихся медицины в частности, очень много, то мы этот вопрос обязательно зададим Шульгину или Ларисе Анатольевне Копысовой, которая соцблоком заведует в городе. Это непосредственно их епархия, они там принимают решение. Так, Светлана, времени 46 минут, нам, наверное, пора первый час завершать. Да, в 12.06 в нашей студии будет заместитель и председатель правительства Дмитрий Курдюмов. Ответственность за социальный блок. Мы вопросы собрали, их очень много, все не зададим, но обязательно вручим прямо в руки и надеемся, что в ближайшее время в соцсетях оставшиеся неотвеченными вопросы будут освещены. И сейчас новости, тематические программы и реклама. Продолжение следует...